Полная реконструкция Баканского аэропорта займет 5 лет. Необходимо на нее больше 6 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил Сергей Новиков, министр регионального развития. Уже в октябре аэропорт получит 20 миллионов. На что в первую очередь пойдут деньги, расскажет Константин Кравцов. Весной Хакасии безвозмездно передали часть акций предприятия. От федерального правительства нам достался и целый список полуживых построек, топливно-заправочный комплекс, здание аэровокзала и еще целый ряд вспомогательных объектов. В первую очередь деньги пойдут на ремонт зала прибытия и на приобретение новой техники. Но главное, нужно откапиталить взлетно-посадочную полосу. Здесь основную часть средств дает Москва. Но похоже, аэропорт Абакан еще не скоро встанет на крыло. В плане рентабельности, к сожалению, и авиаперевозки, и аэропортовая деятельность, там достаточно низкая доходность, это 3-5%. Поэтому аэропорт, с учетом того, что количество рейсов сегодня небольшое, то есть как хозяйствующий такой субъект, хозяйствующее предприятие, ему достаточно сложно будет развиваться. В правительстве уверены, для привлечения авиакомпании нужно скорректировать ценник на услуги, в том числе понизить цены на топливо. На реконструкцию аэровокзала плюс новую технику необходимо вложить 100 миллионов рублей. Для местного бюджета сумма солидная. Частные инвестиции и партнерства. Именно это предлагают и на это очень рассчитывают чиновники. А вообще власти хотят сделать некий транспортный узел. В перспективе именно сюда должен был переехать автовокзал. Ходят слухи, что под него планировалось купить вот это здание. Но собственник выдвинул заоблачные цены. Так это или нет, Сергей Новиков не рассказал. Но четко дал понять, в сером доме всерьез задумались о строительстве новых помещений. Константин Кравцов, Дмитрий Корнилов. Новости 7 телеканал.